Субтитры сделал DimaTorzok Десятки людей, несмотря на проливной дождь, пришли на площадь Куйбышева. Главная елка города торжественно загорается разноцветными огнями. Право зажигать новогоднюю красавицу, конечно, у настоящего Деда Мороза, который приехал из Великого Устюга и дает напутствие всем жителям Самары. Девиз наш – творить добро. На благо не только Великого Устюга, на благо Вологодщины, на благо Самары, а на благо всего мира. Я надеюсь, что вы будете радовать моих внучат. Вам удачи и хорошего новогоднего настроения! Конец года – время подводить итоги и строить планы. В Самаре за прошедший год произошли кардинальные перемены, говорит Олег Фурсов, а также делится своими надеждами на год наступающий. Новый год несет нам новые перспективы, новые возможности, которые мы обязательно с вами реализуем. Дедушка Мороз шагает по стране дальше, тысячи детей ждут его появления. Но пока он на Самарской земле, нужно воспользоваться возможностью и загадать желание. Есть легенда, что чтобы заветное желание сбылось, нужно подержаться за посох настоящего Деда Мороза. Правда это, Дедушка? Верно. Если это доброе желание, оно обязательно исполнится. Ну, проверим это в будущем, а пока загадаем желание. Загадала и надеюсь, что оно в скором времени исполнится. Мариана Мирная, Максим Гусев, Константин Головин и Дед Мороз. События. В городе все больше ощущается приближение Нового года. Праздничная иллюминация украшена не только улицей и фасады домов, но и строительные площадки. В этом году 14 фирм-застройщиков решили внести свою лепту и развесили гирлянды на башенных кранах. Что из этого получилось, смотрите в следующем сюжете. Как только на город опускается ночь, загораются яркие разноцветные огни новогодних гирлянд. В этом году в Самаре украшены даже башенные краны. Чтобы придать строительным машинам новогодний вид, застройщикам пришлось нанять специалистов и на некоторое время приостановить работы. Приятно проехать, посмотреть, что строительство в наше время не только создает такие красивые конструкции, сооружения, но и при этом может украсить как-то город. В этом году принять участие в украшении города изъявили желание сразу 14 строительных компаний. Такой ажиотаж в Самаре впервые. Я думаю, что вот такая практика в городе приживется. И может быть даже застройщики будут в будущем участвовать в конкурсах, кто лучше и интереснее украсит город новогодней иллюминацией. Яркими огнями в ночное время горят башенные краны почти во всех районах города. У каждого своя особенная цветовая гамма. В праздничное убранство одеты больше десятка башенных кранов. Украшать город яркой иллюминацией они будут на протяжении всей зимы. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Заглянул в Самару и близкий родственник русского Деда Мороза, заграничный Санта-Клаус. И захватил с собой настоящего северного оленя. Встретили мы их поздним вечером на одной из улиц города. В Самаре Санта-Клаус поселился на улице Вилоновская. Каждый вечер вместе с настоящим северным оленем он поздравляет горожан с наступающим Новым годом. Эту северную гостью зовут Юта. Ей всего два с половиной года, но в своем юном возрасте она уже настоящая звезда. Горожане от Юты в восторге. Многие видят северного оленя впервые. Он очень спокойный. Мы едем домой, я смотрю, олень затормозил, назад сдала. Для наших широт, тем более вот такая зима у нас почти уже не зима, в общем-то. Очень интересно. Санта-Клаусом оказался самарец, бывший лесник Александр Баранов. В основном он живет за городом. А если выбирается в Самару, то непременно с оленем. В его подворье десятки различных животных. Юту привезли в этом году из Сургута. В Самаре она освоилась не сразу. Для северного животного здесь жарковато. С наступлением зимы Юта чувствует себя хорошо и даже привыкла к вспышкам фотокамер. Все дети селфи, носотовые все фотографируют. Меня, оленя, в смысле, с большим удовольствием. Я им вот, в принципе, это и преследуется основной. Чтобы все довольны были. Гладят его. Ну, катать не катают, еще не научили, а общаются. Можно сказать, зоопарк фактически контактный. По улицам города новогодний волшебник с северным оленем гуляет каждый день. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Для тех, кто уже начинает подготовку к новогоднему застолью, подарок подготовили фермеры. В Самаре открылись сельскохозяйственные ярмарки. Так что шанс приобрести качественные продукты по сниженным ценам есть у каждого. Алина Чемерес не стала его упускать и закупилась уже сейчас. За свою продукцию фермер Алексей Леньшин из похвестни выручается. Мясо, говорит, свежее и натуральное. Рассказывает, уже и в Самаре появились постоянные клиенты. Вот они вырезки, заточки, это можно коптить, все, гердиночка, хрестец от самой нижней части. На предновогодней ярмарке напрямую у производителей также можно купить мед, сахар, копчености, молочные продукты. Сюда съехались фермеры со всего Поволжья. Торгуют сельхозтоварами в пяти районах города на семи площадках. Самая большая из них на пересечении улиц Каховской и Победы. Места продавцам предоставляют бесплатно. Мест 200 должно поместиться. То есть, как бы, все желающие вполне могут разместиться. Видят, что покупают, что свежие продукты. И за качество видят, что можно потрогать, попробовать. Жители не упускают шанс закупить к новогоднему столу натуральные продукты. К фермерам выстраиваются очереди. Все натуральное, все еще обработанное. Я лучше здесь возьму целикоспродукцию. Много домашнего своего, экологичистого. Это мне нравится, это плюс. Это хорошо очень. Все нормально, все и по цене приемлемо. Сельскохозяйственная ярмарка продлится в Самаре до 27 декабря. Я вот тоже кое-что прикупила к новогоднему столу. Пойду попробую. Алина Чемерис, Григорий Пешаков, События. Праздник праздником, а порядок в городе никто не отменял. Чтобы дождевая вода с городских улиц уходила в коллекторы, а не собиралась на поверхности, сотрудники муниципального предприятия инженерной системы в этом году прочистили десятки километров ливневой канализации. О том, как спасают город от затопления, репортаж Алины Чемерис. Они в ответе за то, чтобы самарские улицы не стали похожими на венецианские каналы. Сотрудники инженерных систем, координируя свою работу с муниципальными дорожными службами, приводят в порядок ливневые канализации во всех районах города. В Куйбышевском, говорят, работать сложнее всего. Слишком близко расположены реки и озера. Обычно дождеприемники приводят в порядок к весне и осени. Но когда погода преподносит сюрпризы, мастера инженерных систем в боевой готовности. 12 мобильных бригад, которые ездят по городу, знают низкие места, особо опасные места, где бывает скопление воды. Дождеприемники открываем вручную, откапываем. А где нет ливневой канализации, работают лососы и откачивают воду с дорог. В этом году рабочие прочистили почти 2000 дождеприемников, треть от их общего числа. В порядок привели более 60 километров ливневой канализации. Чтобы вода не мешала ни жителям, ни машинам, работы ведутся и во дворах, и на проезжей части. Круглые сутки на Самарских улицах дежурит спецтехника. Сначала рабочие опускают под землю и протягивают вдоль дороги вот такой шланг. Его хватает на 100 метров. Затем под высоким давлением очищают коллекторы, куда поступает дождевая вода, а с ней и вся грязь. После этого вот такой насос забирает весь мусор и его отвозят на полигоны. Рабочие шутят. Пока они на страже порядка, никакие зимние дожди и растаявший снег. Город не затопят. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Под Новый год сбываются мечты даже 12-летней давности. Обманутые дольщики Самары годами ждали обещанных квартир в доме на Луначарского 5. Чудо все-таки случилось. Правда, после вмешательства властей. Видом из новостройки полюбовалась Валерия Макарова. Как вы видите, квартиры все уже полностью готовы для заселения. Стены идеально ровные, потолки высокие. Отопление, радиатор на месте, отопление имеется. Дом полностью готов к заселению. Ждать этих слов дольщикам пришлось 12 лет. Дом на Луначарского начали возводить незаконно. Когда завершился суд по делу нерадивого бизнесмена, люди остались без денег и квартир. В дело вмешалось областное министерство строительства. В 2012 году для дома нашли нового застройщика. Новым застройщикам была получена вся разрешительная документация для возведения 25-этажного дома. И, как вы можете видеть, в настоящий момент объект полностью построен. Сейчас к дому подведены все коммуникации, благоустроен двор. Хотя строители и столкнулись с определенными трудностями. Объект сложный в плане подведения инженерных коммуникаций. Сложные грунты. Применены инновационной технологией при устройстве фундаментов. Готовый дом комиссия проинспектирует до 30 декабря. И уже в январе здесь появятся первые жильцы, в том числе полсотни обманутых дольщиков. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. Пока горожане радуются наступающим праздником, самарские ученые создают ноу-хау. Аспиранты с ГАУ сделали тренажер, который нужен и военным, и пилотам, и даже геймерам. Его уникальность в начинке. Валерия Макарова одной из первых увидела опытный образец. Симулировать полет Боинга на земле, управлять танком или легковушкой умеет вот эта конструкция на шести подвижных опорах. Ее называют платформа Стюарта. Она лежит в основе аттракционов на виртуальной реальности и тренажеров для водителей и пилотов. Аспиранты с ГАУ первыми в России внесли изменения в классическую конструкцию платформы. В торговых центрах вот эти развлекательные все тренажеры, они сделаны на электроприводе. Но это имеет свои недостатки. Во-первых, это все дорого. Гидравлика и электрика, к тому же электрика чувствительна к перегревам. А тут на пневматике это получается очень дешево и это не так чувствительно к перегрузкам. Это изобретение вполне доступно широкому потребителю. Все благодаря небольшим размерам и дешевизне. Стоит оно в два раза меньше аналогов на гидравлике и механике. При этом такая платформа лучше передает ощущения в кабине автомобиля или самолета. Пневматический привод отличается от электрического тем, что с ним платформа двигается более плавно и мягко. В будущем на платформе появится кресло и дисплей для того, чтобы симулятор был полным. А вот как двигаться будет платформа, мы сейчас вам покажем. Вообще ее движение зависит от того, какая программа будет установлена в симуляторе для пилотов, водителей или геймеров. Управлять подвижной платформой можно в нескольких режимах. Сейчас у нас разработана программа для управления платформой серта с джойстиком, также реализована программа для ручного управления. Сейчас вы можете видеть, как платформа автоматическая выполняет движение по окружности. Платформой СГАУ уже заинтересовались несколько фирм. Изобретение ляжет в основу тренажеров для водителей автобусов и большегрузов, а также игровых симуляторов, конных скачек и автогонок. Впрочем, разработка пригодится не только индустрии развлечений, но и отечественному ракетостроению. РКЦ «Прогресс» будет испытывать на этой платформе датчики топлива ракеты-носителя. Валерия Макарова, Алексей Золотенков, События. Самый большой праздник ждет Самару в 2018-м. Сотни футбольных болельщиков съедутся сюда на матчи чемпионата мира. Познакомят их с городом экскурсоводы, которых уже сейчас обучают тонкостям дела. С первым выпускником курсов профессиональных гидов познакомилась Валерия Макарова. Мы сейчас с вами находимся на центральной площади нашего города. Когда-то эта площадь была окраиной, называлась Соборной. И сейчас увидеть, что это окраина, достаточно сложная. Образцово-показательная экскурсия специально для журналистов. Проводит ее Кристина Перфилова. Опытный экскурсовод, она легко ориентируется в истории города, поражает знаниями и легкостью речи. Чтобы этого добиться, признается Кристина, заучить наизусть пришлось не один десяток рывических текстов. Но главное к делу – подходить с душой. Мой девиз такой – улыбка плюс здравствуйте равно хорошее настроение. Я надеюсь, что каждый гид для себя берет именно такую цель. Ведь он не просто знакомит, он погружает, он заставляет любить то место, куда он приехал. Кристина – одна из тех, кто будет знакомить с Самарой гостей чемпионата мира по футболу 2018 года. Миссия ответственная, так что и требования к экскурсоводам строгие. Важно, чтобы гиды знали об изменениях, происходящих в городе. Один за другим появляются новые арт-объекты, реставрируются памятники архитектуры. Задачу повысить качество экскурсионного обслуживания еще в начале года поставил глава города Олег Фурсов. Курсы повышения квалификации организовал Департамент культуры, туризма и молодежной политики. Семинары проходят по нескольким направлениям – история Самары, ее литературная жизнь и развитие спорта. Эту работу мы будем продолжать и в следующем году, и в 2017 году, потому что услышали тот запрос аудитории, который есть, и в наших возможностях максимально предоставить им более четкий, более грамотный и расширенный курс по повышению квалификации экскурсоводов. В этом году удостоверение о повышении квалификации получили чуть меньше трети всех самарских экскурсоводов. В следующем обучение продолжится, и к 2018 году к встрече гостей будут готовы порядка 200 профессиональных знатоков Самары. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Урожайный год на юбилее для детской картинной галереи. В декабре ей исполнилось 25 лет. Почему в этом возрасте все только начинается? И какое отношение к искусству имеет картошка? Расскажет Виктория Шарая. Это сейчас старинный особняк купца Ивана Клотта привлекает самарцев к красивым фасадам и интересным наполнением. 25 лет назад памятник архитектуры 19 века федерального значения был почти разрушен. Сквозь дыры в потолке зияло небо, а улица заглядывала в окна через такие вот рассохшиеся рамы. Сейчас они бережно хранятся в фондах музея. Мне сказали, какая галерея картошки нет в городе. Вот с картошки, наверное, все и началось. Потому что после картошки, после произнесения именно фразы «картошки нет в городе», вдруг все пошло. В 90-е годы в здании был сделан ремонт, а спустя некоторое время соседняя усадьба Новокрещеновых тоже смогла разместить у себя творческие мастерски. С момента открытия галереи по сегодняшний день ее создатель Нина Ивлева – бессменный директор. Сегодня это культурный центр. Здесь хранится уникальная коллекция кукол. Более 22 тысяч детских рисунков. Кроме того, что оно расположено в одном из самых красивых зданий города, которое в прошлом году было подвергнуто коренной реконструкции, через это учреждение, конечно, проходит огромное количество детей. Это тысячи наших самарских школьников, которые творят, которые изобретают, которые учатся здесь любить наш город. На выставке, открывшейся в честь юбилея, только лучшая из обширной коллекции особняка Клотта. Работы присланы из 10 стран мира. Работники галереи рассказывают, детские рисунки отражают не только внутренний мир самого автора. Это целый культурный срез. Например, на рисунках китайских ребят отчетливо просматривается коллективное мышление. А вот эту монохромную работу сделал ребенок из Югославии, когда там шла война. Развиваться есть куда, говорят, в галерее. Представленные экспонаты могут даже звучать. Вот эти куклы скоро преподнесут посетителям музыкальный сюрприз. Можно будет услышать, как играют Лютня и Лира. Виктория Шара и Артем Сулайманов. События. Держать марку больше века. Школа 25 имени сестер Харитоновых отмечает свой 120-летний юбилей. Из маленького частного пансиона для благородных девиц она выросла до престижной гимназии, а потом до городской школы. Как же ей это удалось, знает Марина Матвейшина. Привет в будущее. Аж в 31 век написали послание своим потомкам ученики 25-й школы. И в свою очередь получили привет из прошлого. Газеты, созданные руками ребят десятки лет назад, повествуют о школьной жизни того времени. 120-летний юбилей родной школы отмечают педагоги, выпускники и нынешние ученики. Очень приятно приходить в школу. Ты чувствуешь себя как дома. Как говорит дом, школа второй дом. Как домой приходят сюда и выпускники. Признаются школьные стены, звуки и запахи. Все возвращает в детство. Когда еще я сидел за партой и отвечал на сложные вопросы, когда-то казавшиеся мне сложными. Сейчас уже четвертый курс аэрокосмического университета. И уже вопросы окажутся не такими сложными. А когда-то казалось так сложно учиться, казалось это такой проблемой. Там выучить биологию к экзамену или к контрольной работе. История школы уходит в далекое прошлое. В конце 19 века сестры Харитоновы решили открыть частное учебное заведение с пансионом для девиц. За 20 лет оно выросло в солидную гимназию с собственным стилем преподавания. Еще гимназия Харитоновых была одной из лучших гимназий в Самарской губернии. В 20-30-е годы школа вносила звание образцовой школы. И сегодня наши результаты, результаты ЕГЭ подтверждают, что мы даем очень хорошее качественное образование. Сейчас 25-я школа считается одной из самых престижных. Здесь учатся около тысячи учеников. И родители со всех районов города буквально борются, чтобы записать ребенка в первый класс именно сюда. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События. Измерение времени стало жизненной необходимостью для человечества на рубеже 19-го и 20-го веков. Тогда же было налажено массовое производство часов. В музее Модерна открылась необычная выставка. Во времени путешествовала Мариана Мирная. Который час? Этот вопрос люди задают друг другу с начала 12-го века. За это время сами часы кардинально менялись. Напольные, наручные, карманные и, конечно же, настенные, без которых сложно представить любую квартиру, потому что они являются не только достоверным источником о времени, но и украшением интерьера. В музее Модерна посетители путешествуют во времени. Здесь открылась выставка часов. Экспонаты подбирали с особой тщательностью из фондов музея Алабина. Представлены экземпляры с середины 19-го века, которые украшали купеческие дома. Есть и представители советского прошлого. Одни из самых ценных часов из магазина Шварца. Один из самых знаменитых, наверное, торговцев часовыми изделиями и ювелирным украшением в Самаре. То есть у него был очень большой магазин на Дворянской улице, на улице Куйбышева. И вот он продавал, и вот есть у нас часы из его магазина. Познакомиться с уникальными часами можно в музее Модерна до 13 января. Мариана Мирная, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Отличного вам настроения, хороших выходных и до встречи уже в новом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова